Вон как они цветут. Красота. Красотень какая. Их так много. Их очень много. Целое поле. А там вон такие стоят розовые. Красивые. Шикарные. Очень красивые. Всем говорю вам привет. Показала вам я люпины. У нас наконец-то сегодня солнышко. Нет дождя. А так мы все время в дожде. Дождь, гроза каждый раз. Но сегодня у нас хорошо. Дождя нет. Что я вам хочу сказать. Опять та же тема в свете последних событий. Фейковые каналы. Просто немножко продолжим эту тему. Анюш, тебе огромный привет. Мне понравился твой прямой эфир. Очень много было вопросов. Очень много было поднято тем. Именно в эту сторону фейковых каналов. И вообще отношения людей. Отношения подписчиков к блогерам. Но самое важное. Самое важное. Я хочу сказать. И в принципе сейчас меня будут смотреть эти все сибирячки, глафиры, пани. Станислава Норд будет смотреть. Может еще там кто-то уже вылупился, народился. Я хочу вам сказать. Клоунам. Где-то, конечно, над вами прикольно смотреть. И вы не думайте, что мы там все зашухарились, там стушевались, испугались. И что ой, там клоны повылазили. Да, нехай вылазьте, ради бога. Я хочу сказать другое. Самое, так сказать, самое важное именно для вас то, что вы совершаете. Канал Надежды Пани. Все знают. Все знают. И кто хорошо знает Надежду. И кто плохо знает. И просто по переписке, и просто по видео. И уже просто друг другу все это порасписали в почте, в почте, везде, в комментариях. Все знают, что случилось в этом году у Наденьки. Все знают об этом. И все относятся с пониманием, относятся с какой-то корректностью, с душевной теплотой, и понимая, что человеку сейчас нелегко, трудно. Не знают только несколько людей. Не знают наши клоуны, которые создали фейковые каналы. Так вот, дорогие мои, я вам хочу сказать. Создавайте каналы, создавайте клоунов на кого угодно. Но в жизни есть рамки приличия и что-то святое. Что-то святое. То, что вы сейчас ей пишете, а это пишет одна или там максимум две дебилки. Просто так, ну, по-другому вас никак не назовешь. Дебилки. Вот. То, что вы ей пишете, под каким соусом вы это ей все преподносите, какие-то дурацкие угрозы ей. Даже немножко озвучу там, кто не знает, что вы там пишете, там просто оскверняете память ей, дорогого человека, любимого мужа. Какими вы это словами-то ей все преподносите. Я вам сразу говорю, что вы просто не понимаете, что вы сами в себя закинули этот бумеранг. Завтра у вас не станет ни мамы, ни папы. Если вы уже взрослый человек, вот я обращаюсь к вам, всё возможно, что вы останетесь одна, вы похороните мужа. Вот этой вот извращённостью занимаются только несостоявшиеся люди, которые не нашли себя в этой жизни. И в силу своего возраста, вот именно вот это сейчас, это ваша жизнь, ваше влечение и ваше удовольствие, это ваш кайф. Но, но вы можете писать, вы можете создавать каналы, вы можете к нам обращаться, к Сибирячке, Глафире, к Станиславе, я говорю, к Нинел, вот она, кстати, кстати, Нинелка, тебе привет. Она вот тоже желает, чтобы вы тоже на неё создали какой-нибудь клон. Она даже просила меня об этом. У меня, у меня к вам единственная просьба. Если есть что-то у вас святое, не трогайте надежду пани. Не гневите Бога, не нагнетайте и не притягивайте к себе несчастья, которые у вас произойдут очень скоро. Потому что то, что сейчас есть, понимаете, там, там всё записывается, и всё вам зачтётся, и будет бить очень больно, не по вас, будет бить по вашим родным, по вашим детям. Я вам серьёзно говорю, я вам отвечаю, что вы получите. И не трогайте этого человека, не трогайте, имейте сострадание. У вас у кого-то есть такая же мама, точно такая же, в таком же возрасте. Сестра, бабушка, у вас мужья, может быть, есть. Ну, если вы взрослый человек, но если вы взрослый человек и этим занимаетесь, то я хочу сказать, что вы психически больной. Вот и всё. Если вы малолетка или там чуть-чуть постарше малолетки, спишем на ваш ещё такую неуравновешенность вашей психики. Ну, надеемся, что вы когда-то повзрослеете, поумнеете. Если вам нечем заняться, нечем, ребята, идите, идите, помогите, идите, поработайте волонтёрами, помогите благотворительностью. Зайдите в любой дом престарелых, помогите бабушкам, дедушкам. Помогите, помогите им выйти на улицу, покормите их. Просто помогите. Если вам нечем заняться. И поэтому я настоятельно вас прошу, не трогайте этого человека. Не трогайте, не нагнетайте, не притягивайте к себе несчастья, которые у вас пойдут, просто будут сыпаться, сыпаться как горох. И вы просто будете говорить, за что мне это? А что я такого сделала? За что у вас полетят бумеранги? Делайте клоны, пишите нам, пишите нам. Мы вам ответим. А может, не ответим, мы вас будем блокировать и писать жалобы на вас будем. Но этого человека трогать не надо. Побойтесь Бога, я вам говорю. Потому что то, что вы сейчас делаете, то, что вы сейчас ей пишете, вы добиваете, вы добиваете и вы убиваете. Вы убиваете её. И просто понесёте очень большую расплату. Очень большую. Вы оглянитесь назад. Кто стоит за вашей спиной? Какая ваша семья? Кто там есть у вас? Оглянитесь. Оглянитесь на своих близких. А если бы с вашей мамой так обращались? Если бы с вашей мамой так обращались, вам бы это понравилось? А если бы вы потеряли своего папу, мама вся в слезах убивается, вам бы это понравилось? Конечно, если нет ничего у вас святого, то, конечно, ваше право. Но вы получите по заслугам. Это я вам гарантирую. И это будет. Всё, что я вам хотела сказать. И самое важное. Самое важное, что я хотела сказать нашим дорогим подписчикам, нашим друзьям, девчонкам, подругам и вообще всем тем, кто в этой теме, кто знает, что сейчас происходит на каналах блогеров об этих фейковых каналах. Я хочу сказать про подписчиков. Вы, когда ребята заходите, вы читаете, вы видите переписку, и вы прекрасно понимаете, что здесь идут ломкие комментарии, что идут какие-то двойники, которые пишут угрозы, хамства, оскорбления. Я хочу сказать, это для вас, подписчики. Я хочу сказать, вы зайдите к ним на эти каналы, на их каналы, зайдите и заблокируйте. Знаете почему? Потому что они будут брать ваши аватарки. Скоро появится Татьяна Сочи, скоро появится Кобра Королевская, дальше там появится еще кто-то. Они будут брать ваши аватарки, потому что они аватарки берут каждый день, и они берут аватарки тех подписчиков, которые больше в теме общаются с блогером. Вот и все. Вы не отмалчивайтесь, дорогие подписчики, вы не отмалчивайтесь. Вы заходите и сразу их блокируйте, блокируйте, чтобы они потом к вам не зашли. Потому что я говорю, завтра появятся, послезавтра появятся уже другие. Другие появятся. Я не удивлюсь, что появится Татьяна Сочи, которая будет писать гадости мне в мой адрес. Поэтому вы просто не молчите. Давайте мы все вместе сейчас просто дадим какую-то вот именно, сгруппируемся и дадим атаку, бой какой-то дадим. Блогеры и подписчики. Нужно объединиться. Не надо их подкармливать, не надо с ними вступать в диалоги, переписываться. Они этого хотят, они этого ждут. Ваша задача – зайти и сразу заблокировать, чтобы вашу аватарку не забрали, а они ее заберут. Поэтому, дорогие мои подписчики моего канала и подписчики с других каналов, пожалуйста, тоже сделайте очень важный цикл для себя. Заблокируйте. Спасибо большое за понимание.